Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Первый раз положили 70 в корпус 2, второй раз 70 в корпус 7. И там чуть-чуть разный метраж. А так, в принципе, все то же самое. И то метраж разный за счет большей площади балкона. Это вообще забавно. То есть точно такая же пуля в пулю, но большой балкон. Это, конечно, очень нужно в двухкомнатной квартире. Гигантский балкон. Ну, что еще рассказать? Собственно, вот и все. Мы подготовили встречный иск. Встречный иск пока не передавали. То есть по своим соображениям. Ну, все. Мы передали ходатайство о том, чтобы... А, мы передали ходатайство о том, чтобы в качестве третьего лица привлечь Росреестр. А ПИК? А ПИК в этом проекте не участвует. Но это же их квартиры? Это их квартиры, но операторам. Здесь вся интрига этого проекта в том, что операторам по исполнению этого проекта, по расселению, да, по взаимодействию с жителем выступает ДГИ. То есть... То есть частная компания наняла ДГИ государственную для своих нужд? Вне бюджетку, видимо, зарабатываю. Вот такая офигня. А по стоимости как квартиры отличаются вот ваши? Ну, естественно. Как? Новая 15, старая 10. Как еще? Только новую за 15 не продать никогда? Ну, их там миллиард выставлено. Их выставлено на продажу сейчас 367 квартир по адресу Рублевская 670. Вот сейчас 367 квартир. В доме, в который меня расселяют, выставлено на продажу 74 квартиры из 313. Это только выставлено на продажу. Сколько стоит в резерве, да, там, у ДГИ или еще у кого-то. То есть дома, сданные в 2017 году, стоят просто пустые. Скажите, а ДГИ определилась в программе, по которой вас все-таки выселяют? Их вообще этот вопрос не беспокоит. То есть выселяют просто по прихоти застройщиков? Да. Даже нет никакой программы, по которой вас выселяют? Ну, они сейчас думают подготовить какие-то материалы по поводу того, что дома расселены. Вернее, они уже подготовили, что дома расселены, что там в каждом доме проживает 5 квартир. Поэтому он уже убыточный, его нужно срочно-срочно закрывать. Но основания для переселения у вас, программы, как они и не называют? Не называют. Это очень интересно. То есть это их котенки? Да, просто так договорились, да, и все. Нет, а с каких пор кирпичный дом стоит дешевле, чем непонятно какой? Ну, во-первых, я не вижу оценочного отчета, то есть мне здесь даже спорить не о чем. Это один момент. А второй момент, нарисовать можно все, что угодно, тем более по заказу ДГИ. То есть они просто на словах сказали, что ваше столько? Нет, они сделали оценочный отчет, но, естественно, оценочные компании, которые работают по договору с органами власти, они нарисуют тебе оценочный отчет на те суммы, которые положены, естественно. Как сказали, так и нарисовали. Как сказали, так и нарисовали. Если кто покупал, там продавал квартиру, готовил документы по ипотеке, например, я просто через это проходила. Когда я покупала квартиру, вот я ее покупала за эту сумму. И для ипотеки тебе необходимо предоставить оценочный отчет. Я обратилась в оценочную компанию, сказала, что вот я эту квартиру покупаю за столько-то. Сделайте мне вот этот отчет, ну, плюс там, допустим, 200 тысяч. Вот они мне сделали отчет, я приношу в банк. Для банка это основание, что да, эта квартира действительно имеет такую стоимость. Ну и все. А там сравнение рыночных вариантов по этому району. То есть здесь вообще оценочный отчет – это такая муть. Насколько хочешь, настолько и оценят, на самом деле. Уже только кодаст. Вот интересно, в этом доме кто-нибудь купил ли такие квартиры, как вам предлагают, за эти 15 миллионов? Вот интересно было бы. За 15 миллионов, похоже, нет. Я была на форумах по этим домам. Там, как правило, вот те, кто покупал, действительно сами покупали. Они покупали все на этапе строительства сдачи. И в ту пору там цена была смешная – меньше 100 за квадрат. Она и сейчас у них 175 за квадрат. Ну, значит, это сколько будет, подлагаем, вам и квартира стоить? Ну, вот она и будет, 15 стоит. Ну, только ты ее не продашь. Мы же проводили эксперимент. Когда первый смотровой был, мы все зафотали и выставили на ЦИАН. За два месяца ни одного звонка. Один звонок последовал, когда мы за 13 ее поставили. И то, и так поинтересовались. Может быть, кто-то точно так же пытается продать и просто спросили. Сравдивали. Да, да, да. И представьте, пожалуйста. Смоленцева Ольга. Улица Ивана Франко, 22, корпус 2. А выселяют? А выселяют. А выселяют рубля. Рублевская, 670. Спасибо.